Всем здравия! С вами Народное славянское радио и Алексей Орлов. С 27 по 31 июля 2016 года в Киморском районе Тверской области на берегу реки Волги вблизи деревни Топорок проходил фестиваль исторической реконструкции «Былинный берег», посвященный культуре, традициям, повседневной жизни и воинским обычаям русов, славян, варягов, угрофинов и тюрков, живших во времена Древней Руси 9, 10 и 11 века. 30 июля мы с соратниками посетили этот фестиваль, посмотрели на происходящее представление, окунулись в быт реконструкторской жизни и вдохнули аромат праздника. Теперь можно подвести итоги увиденного и услышанного, поделиться своими впечатлениями и включить в передачу записи бесед. Сразу отмечу, что не все участники откликнулись на предложение поговорить при включенной записывающей аппаратуре. Кто-то ссылался на занятость, а кто-то ограничился отложенными обещаниями. Через 5 минут, сейчас подойду, погоди и так далее. В итоге, кроме потерянного времени и упущенных других интересных собеседников, такие пустые обещания ни к чему не привели, что несколько меня лично огорчило. Первая беседа состоялась с Алексеем Павловым, лидером известной фолк-группы «Сколот» возле концертной площадки фестиваля «Былинный берег-2016». Здравия! Здравия! Представься нашим радиослушателям и зрителям канала Народно-славянского радио. Как тебя зовут? Что ты здесь делаешь? Меня зовут Павлов Алексей, я являюсь видером группы «Сколот», но в простонародье еще называют «Тамбовским фолком». Ну, поскольку мы сами приехали из Тамбова и вот такой большой любви к фольклору, как-то люди так придумали, вот такое прозвище так вот и осталось. Ну, не буду скрывать, что мне, конечно, это, скажем так, по сердцу нравится. Поэтому, в общем-то, «Тамбовский фолк», в общем-то, являюсь как бы ведущим, бессменным ведущим музыкальной части фестиваля «Былинный берег». Ну и, естественно, сегодня мы еще, естественно, своим коллективом сегодня еще и поиграем, конечно же, тоже с группой «Сколот». Уже шестой фестиваль проводится, да, насколько примерно? Да, мы, ну, как говорится, у истоков этого фестиваля. Первый самый фестиваль «Былинный берег», была только одна группа, это была группа «Сколот», и, в общем-то, мы, получается, с самого первого фестиваля сюда приезжаем. Нам здесь все очень нравится, всегда очень хорошие отношения с организаторами, всегда очень такая теплая, дружественная атмосфера, поэтому мы всегда с удовольствием сюда приезжаем. А что сюда тянет? Природа красивая, народ хороший, очень хорошие реконструкторы, все настоящее, или, может, какие-то еще интересы? Да я думаю, что все сразу, конечно же, вот все, что ты перечислил, и, естественно, ну, на самом деле, очень доброжелательная атмосфера, очень хорошая, квалифицированная такая, скажем так, поддержка со стороны организаторов, все сделано с душой, вот, всегда, ну, с большим удовольствием сюда стараемся приезжать, и я надеюсь, что фестиваль будет, как говорится, ежегодно продолжаться, и мы будем всегда сюда приезжать, и всегда с удовольствием здесь выступать, видеться с друзьями, заводить новые знакомства, вот, расширять, как говорится, кругозоры, вот, и будем надеяться, что все это будет прогрессировать, и идти всегда в гору, и, скажем так, с большим успехом, вот. Скажи, пожалуйста, взгляд со стороны. Насколько увеличивается количество людей с каждым годом? Ну, прогрессия, опять же, уже, как говорится, налицо, естественно, что фестиваль становится таким своеобразным брендом уже, то есть, в принципе, «Былинный берег», вот, я просто, ну, как говорится, уже, то, что, с чего все начиналось, да, и то, что есть сейчас, конечно, разница, ну, очень заметная, естественно, ну, в лучшую сторону, и фестиваль, как говорится, слава о этом фестивале, как говорится, летит по городам и весит над нашей землей, вот, и, в общем-то, люди приезжают, и место вот в этом году новое, мне очень понравилось, очень живописно, красиво, все здорово, и я надеюсь, что фестивалю быть и дальше развиваться. Скажи, на твой взгляд, что людей сейчас притягивает все больше и больше, интерес, почему возрождается к нашему прошлому? Ну, я думаю, что сколько можно жить в таком неведении? Я считаю, что уже, как говорится, времена вот такого, как сказать, ну, то, что вот жить, как говорится, невежно, жить вот постоянно вот в таком, как сказать, незнании, как бы, да, человек все-таки, я думаю, что русский народ, он должен, как говорится, пробудиться, проснуться, вот, как сказать, встать, скинуть в себя пыль вот этого тяжелого времени, таких тяжелых лет, которые много выпало на нашу долю, нашего великомученного, измученного народа. И все-таки я считаю, что русский дух, он, как говорится, долго в спячке быть не может. И все-таки уже есть такая славная тенденция к тому, что все-таки все это начинает, как говорится, ну, такое движение развиваться. И, как говорится, очень социально полезная работа, я считаю, очень такая здесь проведена, большая. И то, что, в общем-то, все это очень нужно и важно для нас, особенно сейчас, вот в наше такое непростое время, вот, ну, есть такая вера, есть надежда, что, как говорится, все мы сможем превозмочь, и, как говорится, будет все у нас хорошо и здорово, вот, так что... Чем этот раз будешь радовать? Какая программа ожидается? Ну, сегодня мы поиграем, вот вчера у нас был такой электроакустический концерт, мы вчера прям даже без трек-листа вышли, просто играли концерт по заявкам, сегодня поиграем больше, конечно, песен с нашего нового альбома, который вот в феврале 16-го года вышел в свет, вот, там же поиграем старые добрые композиции, вот, а на завтра у нас запланировано еще поиграем такие редко исполняемые песни, вот, которые, как говорится, ну, обычно у нас, да, на концертах не звучат, вот, ну, так сложилось, как говорится, да, поэтому сегодня у нас такие будут, в основном, такие более залихватские, развеселые, вот, а завтра, вот, то есть поиграем такие, ну, редко исполняемые, вот такая у нас, такая задумка. Хорошо, очень хочется тебя еще раз услышать у нас на радио, так что не пропадай, я думаю, и связь держать, и нашим радиослушателям и видеозрителям будет о чем рассказать. Хорошо, с удовольствием будем, возможно, всегда стараться выходить на связь, появляться почаще, просто из-за такой достаточно, ну, большой загруженности в плане гастролей сейчас, ну, порой, как бы, тяжело все сразу успеть, вот, а так мы всегда рады, всегда настроены на общение и всегда с удовольствием еще встретимся и пообщаемся. У нас есть такая традиция в заключении, кто что говорит, желая тем, кто слушает и смотрит, что ты можешь пожелать нашим зрителям и радиослушателям от себя, от души? Ну, бодрости духа, как говорится, и душевного, и физического, вот, здравия, не знаю, никогда не опускать рук, идти вперед, всегда идти вперед к своей цели. Благодарю тебя. Все не зря. До свидания. Сцена и огороженная поляна перед ней одновременно являлись и концертной площадкой, и местом сражения большого количества реконструкторов, представлявших разные клубы не только России, но и ближнего зарубежья. Стоит отметить, что массовые сражения достаточно интересное зрелище. Участники реконструктора жили в своих лагерях, состоящих из палаток и шатров, созданных, как и следует, в стиле Средневековья, без каких-либо бытовых удобств современной цивилизации. В одном из таких лагерей нам удалось пообщаться с Валерием Родиным из города Мурома Владимирской области, представляющего клуб исторической реконструкции «Вареж». Как раз руками мастеров этого клуба была изготовлена прекрасная ладья-чайка, которая участвовала в одном из постановочных действий – «Высадка варягов-викингов на русский берег». Здравия! Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста, как звать, что делаешь, что представляешь, кого представляешь? Зовут меня Валерий, фамилия Родин. Мы из города Муром, Владимирской области. И мы являемся корабельной командой. И представляем здесь пристань в полном объеме. То есть и в объеме драте полноценной, и в качестве показушных мероприятий, как-то высадка и работа с туристами. То есть вот то, что кораблик викингов подходил, когда девок грабили, да, это как раз вы были? Ну да, это такая, скажем так, вольная фантазия на тему, как бы они приставали. Вот, сначала вышли переговорщики, посмотрели, что можно отнять, тогда вступили в бой. На самом деле, так не всегда так было. Бывало, когда хорошее поселение, крупное, ну, приходилось торговать. То есть грабители и торговцы, это было раньше знак равно. Ты так рассказываешь, как будто бы в тех временах было. Реконструктор, видимо, со стажем уже. Ну, я вообще-то с 80-х годов в археологии был, только два года назад уволился. Вот, по этнологии маленечко, ну и так далее, и так далее. География историческая, тоже мой конек. Вот, а в реконструкции я уже 16 лет. Это серьезно. То есть уже, скажем так, не просто где-то что-то, а уже вжился, уже по полной программе, то, что называется. Уже без этого, наверное, жизни не представляешь. Ну да, да, конечно, скажем так, раньше это было как-то задорно, забавно, просто это было интересно находиться в этом движении. А сейчас действительно рождаются идеи серьезные, которые требуют очень хорошего подхода, как и физического, да, организационного, так и научного, исторического. Поэтому, абсолютно верно вы сказали, да, без этого уже никак. Потому что, когда ты начинаешь копать, получается, жажда знаний, жажда знаний, она принципиально неутолима. Приходится общаться со всеми. С археологами, с этнографами, с музейщиками, с новыми колецами. Даже иногда, что греха таить, приходится иногда слушать там черных археологов, хотя там некорректно общаться в нашей среде, но все равно приходится иногда от них ошмет из знаний каких-то выуживаний. Вот. Ну и, соответственно, разные издания, общение с зарубежными товарищами, гостями, вот, на больших фестивалях. Ну и иногда поездки за границу, чтобы посмотреть, что у них там, как, музеи и так далее, и так далее, и так далее. Вообще реконструкция – это что? Это образ жизни? Это просто хобби? Что это такое реконструкция? Зачем она вообще нужна? Ну, очень сложно так однозначно на этот вопрос ответить. Для большинства людей, ну, не для большинства, а для достаточной доли населения нашего, которое вы здесь видите, это выходные дни хорошие, да. Вот. Есть клубы, которые занимаются просто боевками. Вот. В данное время существуют серьезные призы, вот, на которые, в принципе, люди срабатывают. Вот. Есть люди, которые занимаются продажей продукции. Они просто мастера. Естественно, у них не хватает времени там ни на боевку, ни на серьезные большие проекты, но они шикарные мастера. Вот. Мы же, нашим клубом «Муромский вареж», мы пытаемся заняться воссозданием, скажем так, каких-то таких больших глобальных проектов. Там, парк, осадные техники. Для большинства людей, которые здесь присутствуют, это, ну, скажем так, тусовка, да. Вечер выходного дня, особенно там для москвичей, послушать возможность разной группы. Также существует категория мастеров. Естественно, им не хватает времени на то, чтобы ходить, драться, например, да. Но зато они действительно там от Бога делают вещи, очень хорошо тоже по источникам работают. Вот. Кто-то, например, скажем так, занимается там конской темой, с лошадьми, то есть времени ни на что больше не хватает. Кто-то, например, там занимается кухней. Очень много народа достаточно приличного, например, там меды варит, там пиво историчное и так далее. Вот. Мы же занимаемся, пытаемся заняться нишу себе. Нашли корабельные темы. Вот. И даже не только корабельные темы. Мы пытаемся сделать такую золотую середину, исходя из того количества времени, которое, по нашему разумению, там, историчный человек применял. То есть на битву это там 2-3 процента времени, да. На работу процентов 60, на гульбище процентов 15, допустим, да. Ну и так далее, и так далее. И на общение, на остальное, прочее, прочее. Вот. И поэтому, куда мы движемся, куда, не знаю. Вот, например, мы попробовали разные корабельные техники. Три вида освоили. Долбленные, набойные ладья и дракары. Ну, наборные уже суды. Вот. Пробуем делать бытовые вещи достаточно хорошо. Есть интересная тема с музыкальными инструментами, с осадными орудиями. И сейчас пытаемся заняться уже строительством, таким серьезным и столичным. Ну, в итоге, в итоге, куда движется наш клуб, наверное, в идеале бы хотелось заняться такой археологией практической. То есть, посмотреть, можно ли, например, ну, археологи говорят, было так, 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 построить, попробовать, проверить. Например, там сжечь, посмотреть, как завал будет, как заплывают там котлованы и прочее. Ну, это такие долгие эксперименты, достаточно. Ну, хотелось бы, вообще, в идеале хотелось бы этим заняться, чтобы был выход научный. С работами, с семинарами и так далее, и так далее. Мы живем, развиваемся, стареем, мудреем, да. Вот, хотелось бы, хотелось бы к этому прийти. Ну, такой вот, пока такой вектор развития клуба. Ну, это хороший вектор, но, наверное, у многих радиослушателей и зрителей может возникнуть вопрос, а для чего это надо обычным людям? Ну, хорошо, у тебя это хобби, увлечение, жизнь твоя. А как это можно применить все в реальной, современной жизни? Ведь мало кто сейчас плавает на ладьях, я как-то не особо тоже встречал. Мало кто бьется на мечах копьями и защитами защищается. Как взяли оружие, постреляли, разбежались? Как говорит мой брат, в нашем веке космических растений мы ничего не успеваем. Вот для меня, вот лично для меня, почему я этим занимаюсь, я в этой жизни вроде пытаюсь все успеть, вроде получается, там работаю, там семья, там своя, там женщина требует чего-то, ты бежишь, тебе хочется там похода, ты пытаешься успеть и не получается. Иногда вот для меня, лично для меня, это возможность остановиться и посмотреть назад, там, назад. А может быть мы чего-то упустили, чего-то потеряли. Человек обычно теряет в погоне за современной цивилизацией нечто среднее, такое вот, нечто такое важное, которое его организовывает. А суды, там, большое количество, там, самоубийств, нервных срывов, там, и так далее, и так далее. Иногда надо, скажем так, посмотреть, подумать, посмотреть, куда мы идем со страны, посмотреть, от чего мы отказались, скажем так, не опережающие и не запаздывающие мардиналы. Я вот пытаюсь скомпенсировать быстроту этого мира некими такими выездами, которые нас повергают вот в древность, там, в такую атмосферу. То есть, правильно я понимаю, что у тебя есть стремление взять от наших предков что-то самое важное, полезное, чтобы потом нам не было стыдно за бесцельно прожитую жизнь, и чтобы жизнь наша была без убийств, без глупостей, без дряни? Ну, в принципе, да, опыт, он и есть опыт. Если я буду опираться только на свой опыт, там, в своей сознательной жизни, там, это буквально, там, 30 лет, сознательной, я имею в виду, да, там, с 15 более-менее начинает, 30 лет сознательной жизни, я так на нее смотрю, все время одни ошибки, 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 ошибки. Вот и мне так кажется. Вот, если ты хорошо знаешь историю, взаимоотношения людей в истории, это позволяет очень многого избежать. Вот. Да и в глобальном смысле, например, там, даже вот в истории государства, да, в истории взаимоотношений государств, в истории взаимоотношений людей разных рас, разных вероисповеданий, И это очень помогает. Ну, примерно так вот. Понятно. В общем, надо, чтобы история научила, наконец-то, учиться, да? А не просто так-то ее читать и потом забывать. Хорошо, это ясно. Ну, в общем, канва мне понятна, очень интересное направление. Не просто рубиться, а именно еще заниматься восстановлением, как сказал, осадных оружий, инструментов музыкальных, плавательных средств. И в заключении у нас есть такая традиция, когда говорящие что-либо желают нашим зрителям и нашим радиослушателям. Что ты доброе, хорошее, вечное можешь порекомендовать, исходя из того, чем ты занимаешься? Ну, я занимаюсь как раз реконструкцией, как вы знаете, да? И очень много людей с очень разными взглядами. Очень много общения международного. Там до 16 стран приезжают на фестивали. Фестивали и разные подходы к этой жизни позволяют мне лучше понимать людей, лучше с ними контактировать. И у нас на этой почве никогда не возникает каких-либо ссор по поводу политики, по поводу национальности, конфессиональности и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Терпимость, терпимость, терпимость и понимание. Понимаете люди друг друга, любите люди друг друга и уважаете. И тогда будет на всей земле счастье. Благодарю. До новых встреч. Услышимся. Несмотря на интересные красочные действия и обилие реконструкторского инвентаря, одежды, скарбы и оружия, в атмосферу праздника иногда вплетались какие-то неподходящие и противоестественные для этого мероприятия моменты, которые на первый взгляд были трудноуловимы. Попадалось на глаза и улавливалось ушами такое, что, на мой взгляд, явно не сочеталось со средневековым бытом. В урнах, а порою и рядом с шатрами участников, обнаруживались опорожненные бутылки из-под разного вида крепких алкогольных изделий, типа водки или коньяка. Часто встречались люди с явными признаками алкогольного опьянения. В руках отдыхающих находились пластиковые стаканы и алюминиевые банки с пивом, энергетиками и так называемой с браженной медовухой. Курение также не было исключением. Многие реставраторы беспричинно употребляли современный мат. В моем представлении никак не укладывались эти явные противоречия. С одной стороны, все действие было направлено на погружение людей в средневековую атмосферу существования наших предков, где к каждой детали оружия, завитушки на кольчуге или элементу быта предъявляются очень высокие требования. Но при этом в расчет не берутся элементарные понимания уклада жизни и не реконструируется сам образ жизни воинов. Ведь в те далекие времена словами просто так не бросались, и каждый звуковой образ был на своем месте. Матерные слова употреблялись для продолжения рода, а бранные – во время брани. И произносить их в бытовой суете не было смысла, тем более в современном варианте, для связки разрозненных фраз и предложений. Табачные же изделия появились на Руси намного позже тех времен, которым был посвящен этот замечательный фестиваль. На мой взгляд, средневековый русский ратник или викинг с сигаретой – это что-то несовместимое. Если же касаться алкоголя, то и здесь можно порассуждать о том, а какое было средневековое пиво, что издревле называлось квасом или водкой, когда вообще на Руси появилось бормотушное пойло в виде современного вина или разбавленного спирта. Опять же, на мой взгляд, реконструкторское средневековье и современные алкогольные табачные изделия – вещи совершенно несовместимы. К тому же на фестивале было множество детей. Какое представление у них сложилось о нашем прошлом, видя матерящихся средневековых воинов, в кавычках, дымящих сигаретами и потягивающими пивко из разноцветных банок. Не могу пройти мимо участников концертной программы. Положа руку на сердце, многие выступавшие группы произвели на меня очень хорошее впечатление. Они органично выливались в фестивальную программу и наполняли ее яркими фольклорными красками. Но и здесь не обошлось без ложки дегтя. Среди красивой авторской и народной музыки вдруг возник жесткий металл в исполнении группы «Грай». Сцена наполнилась музыкантами в черных одеждах, трясущими длинными волосами в лучших, в кавычках, традициях металлоисполнителей западного образца. Перед сценой вдруг возникли до того незаметные их поклонники, одетые и раскрашенные подобающим образом, дергающиеся в заданном музыкантами ритме. Некоторые с трудом стояли на ногах, а потому для того, чтобы трясти волосами, им приходилось крепко держаться за ограждение или за край сцены. На второй или третьей песне небеса выбросили на собравшихся изрядный запас проливного дождя. Опять же, я высказываю свои мысли. Может быть, они являются очень устаревшими. Может быть, я ничего не понимаю в средневековой реконструкции. Но для меня так и осталась загадка, для чего эта металлгруппа была приглашена на средневековый фестиваль, и какое отношение их манеры исполнения имеет к Древней Руси. Однако, если убрать обнаруженные мною нестыковки, то на фестивале было на что посмотреть и было с кем пообщаться. Один из таких замечательных людей, согласившихся поговорить на камеру, воеводы Велимир в жизни Виталий Калачев, представляющий клуб исторической реконструкции Меря из города Кимры. Здравия! Как звать? Представься, пожалуйста. Здравствуйте! Я руководитель клуба Меря из города Кимры, Велимир. Какими судьбами здесь оказался? Что делаешь? За что ответственен? Ну, как воеводы, отвечаю за свое войско. Ну, на данном фестивале я ответственный по высадке боевой ладьи. То есть, вот то, что сегодня у нас мероприятие происходило, ну, можно сказать, мое творчество. Это было как-то изначально запланировано или была такая идея, чтобы сделать высадку? Ну, вы знаете, идея по высадке ладьи была еще с 2013 года. То есть, в 2013 году мы осуществили вот первую высадку ладьи, но как бы, извиняюсь, вначале это было как-то больше, наверное, импровизации. Ну, вот. А потом уже решили, что надо делать, чтобы было для зрителей как-то интересно, с каким-то сюжетом. И вот уже конкретно с 2014 года у нас по сценарию все. Здесь проходит достаточно большой фестиваль реконструкторов. Вот слово реконструктор, это полностью описывает происходящее, реконструкция? Или это так общее какое-то слово? Может быть, есть какое-то специальное слово, которое более подходит для этого фестиваля? Ну, вы знаете, реконструктор, это, наверное, уже как-то в душе, потому что любой создаваемый костюм, образ, то есть, это точная копия по тем находкам, которые обнаружили историки. Соответственно, мы стараемся подогнать вот точный образ. Вот. А есть люди, которые просто вот, ну, хотят изнутри посмотреть реконструкцию. Это волонтеры. Ну, то есть, они могут быть тоже одеты в такие же одежды, как и мы, чтобы не особо выделяться. Но это люди больше посмотреть нашу культуру изнутри. Ну, не более того. А реконструкцию, это уже, наверное, серьезно как-то, потому что здесь и образ жизни, и готовка на костре, и сражения, и битвы, и образ жизни. Ну, то есть, стараемся готовить историческую кухню, есть из керамической посуды, глиняной, деревянными ложками. Ну, вести вот тот образ жизни, как вели наши предки. Современному человеку, наверное, будет интересно узнать, а зачем это нужно? Зачем нужна эта реконструкция? Ну, что вам не живется в нормальных условиях, нормальной цивилизации? Ну, знаете, даже вот взять с того, что вы видели, мы проводим битвы, да, вот, сражаемся на средневековом оружии. Даже вот любой полученный синяк в битве, это уже, ну, можно как это, расценить, как медалька какая-то. Ну, то есть, реконструкторская жизнь, ну, вы знаете, ну, даже сложно сказать, хочется какого-то адреналина. И в любом случае, корни наши ведутся, оно, к истории. Это даже будучи ребенком, хочется посражаться на каком-то деревянном мече, вот, повоевать. Ну, человек, такое существо, как бы он мирно не жил, все равно ему хочется какой-то маленькой войнушки. Вот здесь можно воплотить вот это все в жизнь, посражаться, но в жизни мы все клубы друзья, то есть мы хоть и бьем это себе друг друга, это так, это от души, но тем не менее мы дружим. И все-таки, зачем это надо? Ну, побились, ну, можно палками взять и побиться, как там китайцы бамбуком друг друга лупят, но и нормально, да? Зачем нужно доспехи создавать? Зачем нужно эти тяжести на себе таскать? Зачем нужно вот с этими вот очень симпатичными заточенными железячками-то выступать? Что это дает? Ну, вот все-таки. Ну, вы знаете, это прежде всего увлечение. Здесь не надо немножко путать фанатизм, есть такое понятие, и увлечение. Фанатизм до хорошего никогда не доводит. Здесь прежде всего люди именно реконструируют историю. К религии мы относимся достаточно аккуратно. То есть, ну, хоть и на нас есть какие-то амулеты, да, вот языческие, символы какие-то, но тем не менее мы все в большей степени православные люди и к религии относимся к культурам как-то аккуратно. Вот, а для чего это нужно? Ну, наверное, это для чего-то нужно. Здесь случайных людей просто нет. Вот. Хочется просто какого-то адреналина. Кто занимается, ну, хоккеем, да, вот, как увлечение, кто-то футболом. Ну, вот, нам нравится вот лупить друг друга железяками. Уже не первый год здесь, правильно? Да. Количество людей, которые здесь появляются, они, это количество увеличивается? Или как вот устаканилось в свое время, уравнялось и больше не прибавляется? Нет, ну, количество, естественно, увеличивается. Первый фестиваль у нас проводился на территории Кимовского района в 2011 году. И было народу количество, ну, совсем немного. Приехало всего где-то в районе 200 реконструкторов, вот, и зрителей, ну, где-то было в районе 2000, вот так. Сейчас у нас есть такое понятие паспортизация, то есть заявка участника. По заявкам в этом году было больше 700 человек заявлено, только реконструкторов. А зрителей, вот, по тому году, вот я могу сказать, было где-то в районе 7-8 тысяч. Вот, ну, а в этом году, ну, в принципе, даже вот наблюдая, сколько людей ходит в это по историческим лагерям, на музыкальной площадке, ну, то есть количество людей впечатляет. То есть фестиваль растет. А как думаешь, с чем связан такой интерес простых людей, обывателей? Что вот им дома, опять же, не сидится? Ну, вы знаете, во-первых, само зрелище посмотреть, да, вот, на средневековых воинов, ну, вот, во-вторых, сейчас, как бы, фолк очень развит. Вот эта музыка, вот, в том стиле, в котором исполняют музыканты на наших фестивалях, ну, как-то она цепляет, вот, за души. Ну, вот, потому что, вот, исполняются баллады, легенды какие-то, и песни, вот, они действительно для души. Хорошо. А может ли вот такая реконструкция как-то повлиять вообще на нашу жизнь? Что-то, может быть, изменить в лучшую сторону? Может быть, к чему-то хорошему сподвигнуть нас? Простых людей, которые никогда на себе латы не одевали, мечами, щитами не владеют, ну, просто пришли посмотреть, что это им может дать, кроме того, что они услышали музыку. Ну, вы знаете, наверное, вот, самое главное, может это дать, это какой-то вот внутри себя вот такой вот пробудившийся вулкан, чтобы люди вот действительно прикоснулись к истории. Реконструкция – это само по себе, это первым делом, это прикосновение к истории. Потому что здесь очень много всего находится. Одним словом, реконструкция – это выразить очень сложно. Здесь и история, и мы изучаем археологические находки, и как происходили сражения, быт людей, как они жили. Вот, видите, вот тоже самое ладья, да, как вот эта ладья на воде движется. Вот мы, когда ладью сюда на воду поставили, мы ставили ее в Кимрах, и вот из Кимр до этого лагеря мы 9 километров шли на веслах. И, вы знаете, вот просто даже вот на себе вот ощутил вот эту прелесть, ну, это, во-первых, мозоли на руках, а, во-вторых, это действительно тяжелый труд было грести на веслах, в походах. И просто понимаешь, насколько людям было в жизни нелегко, и это очень трудно все давалось. И, прежде всего, наверное, еще, вы знаете, есть у нас среди реконструкций какая-то некая такая атмосфера. Обывателю, но со стороны сложно очень это понять, увидеть. изнутри, вот, когда вот ты не видишь долгое время друзей своих, противоположных клубов, и когда мы встречаемся, ну, это просто радость, это, ну, от всей души идет. И вот, наверное, вот даже вот из-за вот этой атмосферы стоит вот побывать на фестивале, даже поучаствовать. Я наблюдал, какие ресталища там происходили, и когда ошеломляли кого-то сзади мечом, это смотрелось так жутко, такой удар, и человек падал после этого. Мы потом поднимались, обнимались, расходились. Вот каково это ощущение, когда кто-то вдруг сзади бьет мечом по шлему? Ну, шлема, в принципе, изготавливается индивидуально, то есть есть определенный допуск под подшлемник для соблюдения всех степеней безопасности человека. Вот, но тем не менее, все равно не обходится без травм, это естественно. Все-таки оружие действительно настоящее, только оно тупое, затупленное. Ну, удар по голове, это, ну, в любом случае, он ощутимый. Чего бы у тебя не было, одето там шлем или что-то. Хоть и дружеский, да? Ну, да, да. Удар приходится нормальный, ощутимый. Потому что так, друзьями встречаемся, повстречались, потом друг другу по голове настучали, опять обнялись и... Ну, вы знаете, вот даже вот по количеству заминов на голове, ну, вернее, не на голове, на шлеме, можно понять, сколько человек находится в реконструкции, и сколько провел боев. Ну, и замены, это все-таки тоже как награда. Хорошо. У нас есть такая традиция, когда мы желаем нашим радиослушателям и зрителям что-либо доброе, хорошее, вечное. Ну, можно, наверное, что-то пожелать с точки зрения происходящего здесь. Ну, хочется пожелать, чтобы люди все-таки посещали данные фестивали, ощутили вот эту душевную атмосферу, и прикоснулись к истории. Наверное, так. Хорошо. Благодарю. Услышимся, увидимся. До новых встреч. Каков же можно подвести итог увиденному и услышанному на фестивале «Былинный берег-2016»? В целом, фестиваль очень интересный и важный с точки зрения пропаганды нашего древнего наследия. И если организаторам немного подправить некоторые обозначенные в моем обзоре моменты, внести небольшие корректировки, то это мероприятие будет развиваться и расширяться, внося свою важную лепту в пропаганду правдивой истории нашего средневекового прошлого. С вами был Алексей Орлов и Народное славянское радио. Желаю всем добра! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова